всем привет рада видеть вас снова на своем канале спасибо что заглянули сразу прошу подпишитесь пожалуйста кто еще не подписан и поставьте пожалуйста лайк моему видео мне будет очень приятно и что же рассказываю как мы съездили во владивосток поехали и вот по таким классным кадром наверное вы уже поняли что первых пару дней все прошло как в тумане и все прошло наверное в позитиве я хотела рассказать вообще хотела разложить по полочкам возможно даже видео будет не одно два или три потому что все-таки хочется поделиться прям вот от души сразу своим мнением и вот я рассказываю первый день мы приехали так как мы приехали прилетели ночью мы конечно просто поспали и пошли гулять конечно первое впечатление о городе было восхитительно куда не посмотри везде видно море везде прекрасные красивые смотровые площадки куда бы ты вообще не пошел везде очень красиво везде для сравнивая например с петербургом и с иркутском узкие улочки для нас это было удивительно для нас было также очень удивительно после опять же так как я живу да сейчас в иркутске и сколько лет прошла в петербурге для меня все-таки сложно воспринимается сопки когда нужно коляску вот прям вот вот так высоко руки задирать чтобы довести я уже сто раз порадовалась что коляску я взяла с собой хорошо что она у меня для путешествий легкая я они предыдущих видео там говорила и это очень помогало мне конечно и для меня сложно конечно вот это спускаться слишком как резко до подниматься слишком вот так вот как-то не у нее непонятно плюс мне очень не понравилось и маме моей конечно тоже потому что все это у нас на руках это то что в таком городе где есть сопки где вот такой спуск и вот такой подъем почему нету пандусов вообще у меня просто дергался глаз когда нам нужно было там не за куда-то спуститься или подняться где-то есть дорожки ок но где-то мне приходилось просто по проезжей части аккуратненько возле машин проходить потому что невозможно вообще проехать коляску провести я не знаю как там бедные инвалиды вообще живут я не представляю как им с колясками вот так вот так спускаться и вот так подниматься когда у тебя нету пандуса у тебя нету дорожки не знаю самое дешевое что можно сделать мне кажется асфальтированная дорожка вот так вот под наклоном это это было бы наверное проще чем даже пандус с ручкой да или с чем-то еще потому что ну по ступенькам что спускать что поднимать коляску это вообще какую-то за гранью фантастики для меня было мы конечно я там подготовилась я жмать я для своей коляски дополнительные я знаю где там у нее какие моменты я взяла с собой и ключик и гаечки прорезиненные я сходила купила в магазин потому что я представляю что такое путешествие я знаю прекрасно что такое путешествие и я знаю как может полететь в путешествие все абсолютно от слова совсем и я не зря это брала потому что по вот таким вот спуском и вот таким подъемом конечно у меня там даже болтик один потерялся и мне пришлось его вкручивать вообще но первые дни мы сквозь пальцы все смотрели и очень много нам все нравилось сначала хочу все таки рассказать про позитив до прекрасные виды и да везде морюшко то есть покупаться в хорошую погоду было вообще секунда просто дошел до ближайшего пляжа покупался вообще классно у нас такого серьезно нет как бы немного у нас до пляжи там или там в петербурге тоже нам как таковых пляж это и нету ну там кто за кто же это знает а где покупаться но сам факт что вот так вот здесь пляж здесь пляж это было так мило этот было так классно и наконец-то мы нашли морепродукты сначала мы нашли ресторан в котором мы так нормально для нашего бюджета посидели но потом я нашла на пляже хороший ресторанчик и все это было более бюджетно наверное раза в два и поэтому мы туда потом каждый день на ужин ходили и потому что я хотела наесть морепродуктов не знаю на всю жизнь наверное у меня уже было один раз отравление от устрицы видимо мне захотелось второй раз я так подозреваю и в общем доходила этом до последнего уже наверное больше я пока их лет десять еще не захочу в первый день мы конечно прежде всего добрались до корабельной набережной мне кажется это одно из самых красивых мест ну и это как достопримечательности наверное самое доступное красивое место которое в первый день можно сразу как говорится посетить не отходя от чего-либо но такие люди как я не могут спокойно пройти им захотелось конечно что экскурсию а так как там морюшко и экскурсию на кораблике можно без проблем сразу же тут же заказать и это было очень классно мы как бы чтобы не было все равно на нее попали кстати был маленький позитивный плюс что можно было на их сайте взять экскурсию и заплатить пятьдесят процентов сберспасивками так что я еще там выиграла немножко этим экономика должна быть экономной да за кого виние времени спасибо брежнев за эту фразу так вот прогулялись очень красиво и самое приятное что нам все таки удалось эту экскурсию получить и мы уже посмотрели с водной глади во первых такое огромное количество корабликов разных особенно всяких там военных это мне кажется ну мало где увидишь наверное только ну нет наверное у нас в кронштадте все таки не такое количество как здесь все таки здесь я дам предпочтение владивостоку потому что много много красивых и особенно я еще посмотрела вот этих грузовых где контейнеры такие я вот такие еще не видела когда прям вот эти судно с контейнерами это видимо сообщение за границей так далее это но это классно такое я еще не видела было приятно посмотреть их красиво вот этот мост 1 и чуть-чуть 2 мы даже там увидели экскурсия скажу честно вот это первая была вообще никакая экскурсовод вообще говорит говорит потом замолчит типа как будто проснулась еще что-то там говорит и двое не дай бог у нас следующей экскурсии будут в таком от вине я я такое слушать не хочу ну да ладно я что называется долбилась шары я просто делали что так мне плевать что он там говорит главная красота и это правильно потому что нужно везде видеть позитив я смотрела спал бы нас потом позвали все на верхнюю палубу и мы все смотрели сфотографировались под мостом и ну как обычно да с туристами там проезжаешь под мостом загадай желание а лавала и я загадала желание что мы будем путешествовать каждый день каждый месяц каждый голод бесконечно но это да это моя болезнь в общем экскурсия была 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 Субтитры сделал DimaTorzok Мы тут наконец-то нашли морепродукты Ждем, когда приготовят Красавчик Дай, дай, дай Криска, дай, дай Дай, дай Забирайте, Криша, забирайте, он орет Дай, дай Дай, дай Мама-мама Вот, смотри, туда карамка Мне, как истинному туристу Позволительно каждый сантиметр снимать Невозможная красота Красивые у нас моряки И мы ходим и гуляем Набережная очень красивая, кстати Ну что за красавчики Мама-мама Крисичка Бабушка мучает Начала Подключай Подключай Хулиган 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 Приобрести билеты Могут обращаться в кассу В здании терминала Приглашаем мучителей гостей города На морскую экскурсию Поехали кататься Трантные Торпидоносные Миноносные И даже Баклодные лодки Ну а за причалами военных Можно увидеть причал И у нас подавалительство У нас довольно Проводил И вот Такое Что приказ Невозможное У нас Белого Есть По помощи Нежнеченого Военных И эта Класс Стал Как популярен Многие Переписывают Продолжение следует И в том числе И в том числе Дерутые расставки Случайно Отзвонить Игорь Пушкаранов Походите под мостом Игорь Пушкаранов Игорь Пушкаранов Походите под мостом Игорь Пушкаранов Походите под мостом Игорь Пушкаранов Парахстан 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 Подносить себя на другие народы Он сказал, что не немец, а еврей И был распелим в 1942 Полимонация Подносить себя на другие народы Он сказал, что не немец, а еврей И был распелим в 1942 Крайне редко, значит, у нас любят Очень После экскурсии, чтобы закончить уже Классный этот день Мы пошли в сторону юбилейной набережной Прогулялись Самый чуть-чуть немножко минус был в том Что в те дни, когда прилетели мы По сути, в бархатный сезон Начало сентября Был экономический форум Блин, вообще экономический форум Он как плюсы дает, да, для региона Так и минусы для туристов Все самое классное всегда занято Нормальных экскурсий нету И везде пробки Потому что Все Прекрасные женщины Страны там Мужчины Которые там что-то представляют Тоже там И вообще Вот это вот Всем нужно же Это же Россия Нужно всем показать Какой ты дофига Богатый Там все вот эти вот Все И все, блин, занято И нигде невозможно Ненормального жилья снять Если это нормальное жилье Значит, оно стоит будет Каких-то беснословных денег Либо если это все ок То нет мест Ну, в общем, это Отдельный вид кринжа Ехать куда-то В экономический форум Но у нас Была цель Вообще Мы не знали про этот форум Что он там Что-то меньше всего Я посмотрела Мы больше рассчитывали на то Что нам нужно все-таки Побывать в красивом городе Это наша страна И мы хотели Именно в бархатный сезон Так же, как у нас на Байкале Например, бархатный сезон Это август Там, грубо говоря, сентябрь Конец августа Начало сентября Самое лучшее время Когда можно посетить Владивосток Поэтому все, конечно, совпало Как совпало Но мы все же посмотрели То, что хотели посмотреть Я посмотрела то, что хотела Посмотреть И у меня Даже сейчас покажу Что есть Я теперь Я вообще с некоторых пор Начала Собирать открыточки Хоть я их так корявенько Собираю на самом деле Не с каждого места Но с Байкала Я тоже одну Аж на целую сохранила В одном из видео Можете посмотреть И вот с Владивостока Я привезла вот такую Красивую Открыточку Здесь как раз то Что я и хотела посмотреть Вот этот маяк Вот этого красивого тигра Мы тоже Тигр Да, тигр По-моему Тигр Да, тигр Посмотрели Это как раз та набережная На которой мы были Это их мосты Мосты Русский И золотой Бухта Золотой Рог Золотой мост Ну, как бы они чуть-чуть Чем-то мне напоминают Друг дружки Я Когда проплываешь Под ними Вообще непонятно Короче, какие-то вот эти Вантовые мосты Вот эти палки торчат И вот эти вот штуки И все Чего-то там Не знаю Они так долго ждали Эти мосты Что теперь Это их достопримечательность Но это действительно Достопримечательность Я не могла Не припереть Это сюда Владивосток Две тысячи Кто помнит Илюшу Это как раз Моя юность И я Жутко обожала Илюла Гутенко Но Про Владивосток Конечно Я помнила Я хотела съездить Сюда еще давно И я помню Моей однокласснице Брат Там Как остался Как служил Короче Так остался там жить И ездила его мама И ей он не понравился Я вот это помню Очень хорошо Но мне город понравился Сам город Сам город Мне очень понравился И вот Открыточка Прям со всеми Достопримечательностями Мне очень К душе Я прям на нее смотрю И вот Радуюсь Единственное Единственное Что я сделала Не так С открытками Со всеми Вот у меня С Байкала Да, красиво Я хочу Всем Своим Подписчикам Рассказать Что Вы когда покупаете Если вдруг Вы покупаете Вообще Открытки Для себя На память О каких-то городах О каких-то местах Где вы были Там Странах И так далее Вот у меня В Петербурге Осталась одна Открытка С Латвии Я отправляла Ее Что мне мешало Отправить Из Владивостока Я не знаю Я Видимо Немножко Ну и с ребенком И немножко Замученные Были Уставшие Я вот В голову Даже себе Не уложила Что мне нужно Взять И отправить Ее Это так Классно Потому что Вот здесь Будут Всякие Штампы Во-первых Нужно будет Определенное Количество Марок Сюда А во-вторых Ну интересных Таких Как в нашем Например Городе В твоем Городе И ты живешь Их Таких Не будет Парок И плюс Здесь будут Всякие Штампы Где они Ну как Она Шла Та Открытка Я втупила Вторую Уже Блин Раз Больше Так делать Не буду А вот Сладые У меня Есть Открытка Она В Петербурге И там Как раз Я сама Себе Отправляла И немножко Маленькое Пожелание Еще писала Это ну как Ну не знаю Это можно Расценивать По-всякому Там всякие Те кто верит В высшие силы И так далее Там это Как на путстве Себе Можно Можно Как себе Что-то Позитивное Сказать Это же Как ты Отправляешь Из другой Страны Маленький Привет Себе Или Кому-то Из друзей Родственников Так далее Полюбила Эту историю Но в этот раз Опять втупила И ничего себе Не отправила Ну ладно Хорошо Хоть привезла Эту открытку Я Последний день Уже бегала За этой открыткой Как сумасшеджи Все-таки Нашла Слава Господь Спасибо огромное Аэропорту Владивосток Они вообще Отдельные Отдельный Мой респект Отдельное Мое сердечко Получают Свою копилку Да От меня Потому что У них там Все супер классно Все сделано Для людей Но об этом Я скажу Чуточку позже И вот там Как раз Я нашла Вот эту открытку И первый день Мы закончили На набережной Под шум Волн Под восхитительный Закат С прекрасным Настроением Это было Вообще Наверное Один из самых Лучших дней Конечно Во-первых В жизни А во-вторых В этом путешествии Третья Третья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому спасибо, ребята, за просмотр Спасибо, что подписались Поставьте, пожалуйста, лайк Напишите в комментариях ваше мнение, если вы были уже в этом городе Что вам понравилось И что бы вы посоветовали посмотреть, если я туда, например, полечу Или кто-то полетит в следующий раз Что бы вы посоветовали посмотреть, куда сходить Ну что ж, всем пока-пока, до встречи в следующем видео